У нас экипажи и самолеты приспособлены, экипажи подготовлены для посадки с видимостью 200 метров. Если 200 метров туман, то мы можем садиться. Но у нас аэродромы неподготовленные в России. Очень мало аэропортов. Есть третья категория икао. Можно садиться при оборудовании. Я пытаюсь объяснить людям, которые с авиацией не связаны. Поэтому, не употребляя наши профессиональные термины, надо объяснить так людям, чтобы они поняли, о чем я говорю. Поэтому всегда возникают сложности с этим. Но постараюсь. Мало аэродромов, которые оборудованы вот этим оборудованием специально. И поэтому, как только видимость меньше 550 метров, а на некоторых аэродромах 800 метров, мы садиться не можем. То есть, мы можем экипаж и самолет. А вот аэродром, по его минимуму, мы минимум нарушать не можем. Вот из-за того, что нет третьей категории. Это, знаете, как, если привести пример такой, вот если взять хорошему певцу, талантливому музыканту, вот у него хороший голос, хороший микрофон. А колонки хрипят, фонят, он не сыграет все равно, не будет так слушаться и смотреться, как, допустим, если аппаратура хорошая. Поэтому деньги вкладывать не хотят в аэропорты. И так вот что-то делается, вот так вот летаю. Но это недостаточно. Поэтому по сравнению с нашими, по сравнению наших аэропортов и аэропортов там европейских, наши аэропорты, ну, скажем так, некоторые аэропорты вообще надо закрыть. Это, значит, вот как проселочная дорога, такая же вот и полоса. Это, в частности, Томск аэропорт, это Нижний Новгород, это, ну, много-много аэропортов, которые вот там надо, надо просто перестать эксплуатировать. Потому что назвать это аэропортами даже вот язык не поворачивается.